Здравствуйте! Это «Вечер на седьмом». Меня зовут Анна Грынев и говорить сегодня будем об образовании. Готовы представить наших гостей Богдан Егоров, ректор Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий. Здравствуйте! Добрый день! И Юрий Работин, председатель Союза Журналистов Украины в Одесской области. Добрый день! Итак, расскажите, пожалуйста, как дела в Пищевой Академии, какие новшества и что собираетесь вводить дальше? Все хорошо, обычно отвечаю, когда меня спрашивают, как дела. Дел много и на каждом этапе есть своя особенность. Особенность вступить на кампанию в этом году, особенность развития на этом этапе нашей жизни. А в целом, я могу сказать, что Одесская Национальная Академия Пищевой Технологий развивается не просто так и не стихийно. У нас есть план нашего развития, есть концепция нашего развития. И, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы у нашего государства, у наших государственных структур были такие концепции и планы. Ну, какие конкретно планы? Можете рассказать? Очень конкретный план. В 2004 году ученый совет нашей Академии утвердил концепцию нашего развития и комплексный план на период до 2027 года. А в следующем году мы сейчас ведем работу по подготовке, потому что будет приниматься концепция и план развития на период до 2050 года. Мы хотим понимать, кем мы хотим быть, что нам для этого нужно делать. Мы это кто? Коллектив Академии. Коллектив и студенты в том числе, да? Естественно, ученые в совет входят, 10% наших студентов. То есть мы хотим понимать, кем мы должны быть, кем мы хотим себя видеть, что нам для этого нужно делать. За один день такие решения не приходят. Над этим нужно очень хорошо работать. И всем известно, что хороший план — это эффективное будущее. Поэтому мы хорошо планируем, отсюда и результаты, естественно. И результатом таких планов, их выполнение является расширение нашего присутствия в образовательном пространстве. Мы постоянно расширяем количество направлений подготовки бакалавров, специальностей для подготовки специалистов-магистров. Например, сегодня у нас 21 направление подготовки бакалавров и 42 специальностей в магистратуре. При этом всем еще 195 специализаций и программ подготовки. Мы стараемся быстро реагировать на изменения на рынке труда. Нам это несложно делать. Это большая работа, но несложно в каком плане. У нас очень тесные контакты с промышленностью. Поэтому то, что сегодня накипает в кавычках промышленности и требует решения, мы пытаемся воплотить в своих структурных функциональных изменениях, чтобы ответить адекватно на те требования и веления времени, которые возникают. А какие реформы вы вводили недавно и чем они отличаются от других учебных заведений, например, других вузов? Наверное, в следующем. Все учебные заведения, высшие учебные заведения, в первую очередь, реформа заключается в имплементации закона про высшую освиту, который был принят 6 сентября прошлого года. Но удивительно, что некоторые вещи мы предвосхитили и начали их воплощать гораздо ранее принятие этого закона. Например? Многое. Например, изменение модели подготовки от ученической к научной. Например, модель подготовки преподавателя. Не секрет, сегодня это очень большая проблема для всех высших учебных заведений. У нас эта проблема успешно решается, потому что мы занимаемся нашими преподавателями. А каким образом? У нас высшая школа педагогического мастерства, теоретическая подготовка, практическая подготовка и обязательная стажировка на промышленные предприятия. В течение трех лет один раз обязательно на практические стажировки. Продолжительность все один месяц, по две недели в каждом семестре, в осеннем и весеннем. С задачей экзамена соответствующего. То есть это серьезная работа. Для преподавателей, да? Это серьезнейшая работа, которая дает великолепный результат. Преподаватели понимают промышленность. А кто же обучает преподавателей? На предприятиях, наши промышленные партнеры. Это взаимовыгодная программа. Ведь удалось в свое время убедить большой бизнес. Не только пищевой, все возрасти, которыми мы имеем дело. Удалось убедить в следующем. Если вы хотите иметь успешных выпускников вуза, вы должны вложить свою лепту в успешную подготовку преподавателей. То есть решается проблема, что преподаватели не только теоретики, а еще и практики. Конечно. И материальные базы, безусловно. Поэтому подготовкой на предприятии занимаются наставники. Занимаются специально выделенные для этого руководители, имеющие большой практический опыт. И это мы начинали с больших холдингов. Такие как Небулон, как Миронский хлебопродукт, S-инжиниринг и многие другие. Я не буду все перечислять. Но сегодня их перечень — это свыше 300 компаний, корпораций, в составе которых 12 транснациональных корпораций. Мы уже назвали это как клуб наших работодателей, потому что мы гарантируем всем нашим выпускникам первое рабочее место. Благодаря этому мы гарантируем высокое качество образования. А по какому принципу ваши студенты потом находят свое первое рабочее место, точнее работодателек берет? Это самые лучшие студенты или это уже как, куда, кто попадет? Ну, знаете, самые лучшие, не самые лучшие. Вот у меня всегда был один тезис. Все люди талантливые. Для каждого человека нужно просто подобрать условия, в которых он будет развиваться эффективно. Поэтому работодатели, которые проходят, ведут собеседование с нашими выпускниками, знакомятся с их резюме, проходят недели предприятий, дни предприятий, дни компании на базе нашей академии, рано как и дни академии на базе предприятий. В ходе этих знакомств выявляют друг друга, как говорится. И самое первое знакомство, интересное и эффективное, это практика, производственная практика. После практики опыт таков. Если на предприятие приехало 10-15 человек, то на следующую практику приглашают, как правило, 7-8, на преддипломную 3-5, на работу идут двое-трое. И тогда всем им достается успех. Но вот эта ротация наших студентов между предприятиями, она потом позволяет каждому найти свое место. Спасибо. Вопрос к Юрию. Каким образом вы сотрудничаете с Одесской академией? Во-первых, большое спасибо, что пригласили в вашу прекрасную студию. Я специально взял здесь некоторые брошюры, журналы, газету. Газета «Технолог» Одесской пищевой академии. Покажу. Самое приятное в этой ситуации, что газета начала выходить с 1 сентября, с День знаний, в далеком 1973 году. Сколько? 42 года назад, да? Плохо или хорошо? Мне очень приятно, что она выходит постоянно, хорошим тиражом, и у каждого студента есть. Я хотел бы отдельно сказать спасибо большое вашей телекомпании, потому что когда случилась беда со студенткой пищевой академии, вы первой сказали, потом мы подключились, а в итоге у девушки все произошло, и операция, и реабилитация в нормальном плане. Это тоже большая заслуга из журналиста и вашей телекомпании, в частности. Дальше покажу еще один журнал. Харчева «Науковая технология». Это тоже очень хороший журнал, который выдаются в украинском, английском, и, когда мы... Но знаете, чем приоритет от других вузов? Что здесь собрана научная элита со всего государства. Здесь есть мировые светила, которые тоже имеют право публиковаться в этих журналах. Многие те студенты, потому что, знаете, мне в последнее время, что нравится этот вуз, что вот день открытых дверей. Сотни, а потом тысячи людей приходят. Потом униформа в них создана, знаете, я тоже захожу в любую. Знаете, как в наши молодые годы мы ходили с галстуками, и все нормально. Но там совершенно, знаете, это впечатляет, это приятно общаться с людьми, здравомыслящими, понимаете. Вообще в вузах тоже хорошо, но здесь есть отличия. Потом часто вижу выходные, в них собираются там люди разного возраста. Оказывается, у них по договоренности студенты, выпускники прошлых лет, они собираются, как каждую субботу или каждое воскресенье, и там фотографии приходят, потому что, знаете, они дорожают этим вузам, потому что он дал им путевку в жизнь, понимаете. Я, знаете, тоже часто задаю вопросом, почему так происходит. Некоторые вузы выпускают свои газеты в черно-белом формате. Я хотел бы, чтобы этого не было, потому что, знаете, все-таки надо любоваться, чтобы студент и взрослые, и дети, и даже если библиотека она попадет, тем более она по подписке своей с печати тоже есть, правильно, Боден Викторович? Укрепечать. Да, и у них, знаете, самая, может быть, я сказал бы, такая большая первичная организация союза журналистов, куда уходит и профессура, начиная с ректора Боден Викторовича, член Национального союза журналистов, очень много делает для того сам, творческая натура, и, наверное, своя команда тоже работает в этом плане. Что еще хорошо? Что, знаете, вот в последнее время, знаете, они заботятся о здоровье нашей нации, потому что чем будет здоровье нации, чем будет доброкачественный товар и отечественного производителя, тем больше будет, наверное, население нашей страны. А каким образом заботятся? Ну как, все-таки у них есть своя лаборатория, они некачественно проверяют те продукты, которые производят их же выпускники. Я надеюсь, если он выпустился с этого вуза, он не позволит себе некачественную продукцию давать, так сказать, потребителю. Мы, каждый из вас, потребитель, каждое утро мы встаем и водичкой, и пищей, и продукты питания, и все остальное. Есть серьезная лаборатория, где специалисты, знаете, с мировым именем. Я им доверяю, потому что, когда в Полтавской области попросили сделать экспертизу воды, есть много лабораторий по стране. Если даешь сюда, то ты получаешь качественный результат. Это, наверное, говорит о той богатой научной базе, творческом потенциале, это учебное заведение, и очень приятно, что с прошлого года появилось здесь новое направление, новая специализация, новая специальность, и одна есть информационная безопасность. Это очень здорово, потому что от информации, наверное, благополучие в целом нации нашей зависит. Потому что все, что связано с информацией, надо, чтобы она была надежно защищена. Я хотел бы продолжить ему безопасность, если возможно. Дело в том, что Юрий Анатольевич упомянул об открытии новой специальности, мы каждый год открываем новую специальность и направление. Но безопасность, она сегодня у всех на слуху, и каждый ее, в первую очередь, воспринимает с физической угрозой своему существованию. То есть обеспечить безопасность пребывания в живом, нормальном, здоровом состоянии. Но потом начинаются другие вопросы. Это и информационная безопасность, это и финансово-экономическая безопасность, и прочее, прочее. Но фундаментом всех видов безопасности является продовольственная безопасность. И вот здесь Одесская Национальная Академия Печевой Технологии, она давно уже на этих позициях. Мы не просто пропагандируем, мы просто участвуем в разработке целого ряда программ, проектов. Настаим на принятии тех или иных решений. Некоторые проекты законов мы разрабатывали и принимали в самой активной участии. Потому что продовольственная безопасность призвана прежде всего обеспечить воспроизводство продовольствия как ресурса, его эффективного хранения, переработки в пищевые и другие продукты и эффективного использования с максимальной целью, максимальной эффективностью для нашей нации. Вот что такое продовольственная безопасность. Когда она решена, то решаются очень многие другие виды безопасности. И в том числе это оказывает влияние и на политику, и на геополитическое положение страны в целом. Поэтому мы считаем, что продовольственная безопасность во все времена была важной. Сегодня она является архив важной. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить подготовку специалистов в этой области. Кроме того, хочу, спешу сообщить о том, что продовольственная безопасность, она во многих аспектах, начиная с качества и обеспечения ресурсами, оценивается также и стандартами. Ну, у всех на слуху стандарты ИСО, все наслышаны уже об этом. Мы уже начинаем привыкать к таким стандартам, как ХАСП, то есть управление по критическим точкам. Но нечто новое – это стандарты GMP. GMP как раз стандарты безопасности и прослеживаемости формирования качества безопасного продукта. И вот очень интересная новость. 29 июня при Совете стандартизации ЕС было принято решение о включении нашей Академии в число университетов. Их всего было пять. Мы стали шестыми. Которые получили право на проведение сертификации и обучение аудиторов по GMP стандартам. А на основе чего? Для стран Центральной и Восточной Европы. Подчеркиваю, это не только для Украины. Это результат нашей международной деятельности. Это результат нашей деятельности образовательной, научной. Мы очень гордимся этим результатом и постараемся оправдать доверие мирового сообщества. А что это даст для ваших студентов, для ваших преподавателей? Ну, прежде всего, это признание. Признание модели подготовки специалистов. Это признание нашего авторитета. И это дает возможности получить знание по стандартизации совершенно нового, более высокого уровня стандартов. Без которого сегодня становится невозможным экспорт нашей продукции. Не только продукции, сырья, всего что угодно за пределы страны, особенно в Европу. То есть вы стараетесь свое образование, как говорится, идти в ногу со временем. Совершенно верно. В отличие от некоторых вузов, которые все-таки еще остаются на старом уровне. Не будем говорить о других вузах. У нас страна контрастная. Вы помните, Нью-Йорк, город контраст. У нас страна контрастная. У нас есть очень некачественное высшее образование, о котором все говорят и потом рекламируют. Вот надо получать образование на Западе и так далее. С другой стороны, у нас есть очень высококачественное образование. И, кстати, немногие одесситы знают о том, что у нас настолько высококачественное образование. Совершенно верно. Поэтому наша миссия, вот мы с Юрием Анатольевичем делаем эту работу. И я благодарен ему, как руководителю союзу журналистов в Одесской области. Благодарен всем нашим коллегам телевизионного и радиоцеха, которые помогают нам рассказывать правду о пищевых продуктах. Мы с многими каналами снимаем целый ряд передач. Одесса готовит обед, вы знаете, вот есть такая передача. Мы снимали свою передачу. Жизнь с окусом. Сейчас мы хотим возобновить это на нашем телеканале, который мы попытаемся создать уже в интернет-пространстве. То есть идет очень большая работа. Я правильно понимаю, Академия создает свой телеканал? Информационный портал, это не телеканал, он название телеканала. Вообще-то портал, информационный портал, где каждый желающий сможет получить любую информацию, касающуюся пищевых продуктов. И как будет выглядеть продукт, который будет транслироваться на этом канале? Прежде всего, это клуб здорового питания, который мы попытаемся открыть к концу этого года. Для того, чтобы в первую очередь наши граждане, жители нашего города смогли получить информацию, правдивую информацию о качестве пищевых продуктов, о том, как надо правильно питаться, в чем польза и опасность той или иной диеты и так далее. То есть это очень интересная тема. Но вы уже продумали, в каком виде будете подавать информацию? Мы там уже работаем. Кто будет... Конечно, конечно. У нас ряд специалистов, даже, кстати говоря, в этой газете «Технолог» вы найдете рубрику «Оценка эксперта», которая рекомендует каждый период. Мы ее издаем раз в две недели, она пока выходит, будет выходить чаще. Но раз в две недели даются рекомендации о том, как в этот сезон питаться, вот именно в это время. Что наиболее приемлемо, что наиболее правильно. А что касается технических моментов, где находится ваша студия, ваши операторы? Наша студия находится в нашей академии, в одном из учебных корпусов. Мы завершаем сейчас ее монтаж. Операторы у нас хорошая группа съемочная, серьезный журналист с соответствующим образованием. Иначе мы не могли такую газету выпускать. Но мы снимаем все телепередачи, все это можно увидеть на нашем веб-сайте. Но это ваши же сотрудники, ваши студенты или только преподаватели? Конечно. Наши сотрудники, наши студенты. У нас молодежный ректорат, молодежный состав съемочной группы. То есть ребята очень активно сотрудничают. Мы с ними, они с нами. И, вы знаете, у нас получается. Потому что это работа творческая. То есть можно, говорите, воспитать на работе, позвать к себе и начинать воспитывать. Это одно. А можно вместе что-то делать. Как в семье. Ну а как ребята относятся к тому, что... Лучшего способа нет. Ребята очень позитивно относятся. Потому что им приходится оставаться, скорее всего, после занятий. Они с удовольствием это делают. Вы знаете, они пишут стихи, они пишут репортажи. Порой такие интересные, что, я не знаю, это еще поискать надо с таким откровением, с таким глубоким каким-то смыслом. Они просто очень современные сегодня наши студенты. Понимаете, это совершенно другое время. Если студент, вот сравнить. Меня как-то спросили на одной из телепередачи. Чем отличается сегодняшний студент, ну скажем, от студента там 30-40 лет назад. Вот чем? Я ответил, знаете, чем? Вот своей открытостью, своей возможностью доступа к любым информационным и прочим ресурсам. То есть сегодня только не ленись, и ты сам из себя можешь гораздо быстрее сделать кого-то успешным, чем ранее. Сегодня для этого есть больше условий. Хотя труднее. Но все хорошее, как говорится, требует труда. Да, здесь еще есть принцип доверия. Просто, знаете, хороший коллектив, стабильный коллектив, знаете, и как-то взаимодоверие. Это, наверное, конек успеха любого вуза, любого компании. Очень приятно, что действительно здесь, знаете, студенты проходят реальную практику. Знаете, ошибись в выборе профессии, ты можешь что-то сделать не так в выпуске той или иной продукции. Здесь ошибаться они не имеют права. Выпускники дрожат этим вузом. Славный юбилей. Каждый год собираются. Очень приятно, что много иностранцев оканчивают это учебное заведение. Добились тоже в своей жизни реальных достижений, знаете. Прославляет свое государство тем, что они были в Украине. Знает, встречается. Сегодня я видел одного из выпускников, который приехал, знаете, в этот вуз. Ну, это люди радуются, что, да, вот здесь, знаете, приходят, внуков приводят, детей приводят. Знакомятся, женятся, замуж выходят, знаете, нормально. Мне очень приятно, что вот в одном из наших конкурсов, в Украинском мово-мовоединении, я нашел дуже багато гарних речей, в чему, в журнале, в газете и, действительно. Я так понимаю, вы напрямую помогаете, да, создавать и тот же канал, и те же журналы. По можливости, по можливости. Но они, знаете, самостейные люди. Если обратятся до нас за вопросами, то мы, конечно, не отбавляем. Потому что не имеем права. Консультанты, вопрос возникает одно. Потому что, знаете, взаимодоверие должно быть. Это, наверное, успех в этом. Но мы не будем никому конкурентом, потому что мы не ставим перед собой цель поставить себя в ряд с такими телеканалами, как ваш, например. Боже упаси, у нас такой цели нет. Вы уже стали волноваться, да? Не волнуйтесь, у нас цель другая. Цель – расширить доступ к информации об образовании, о качестве образовательных программ, об их содержании, об успехах наших выпускников, о жизни студентов. Вот почему мы так активно поддерживаем и газету, и веб-сайты. То есть это то, что подается на том же канале и в газетах, и в журналах. Совершенно верно. А что еще там? Можете рассказать? Мы хотели увидеть газет. Я хочу, чтобы вы рассказали, что там еще есть. Здесь очень много. Ну, во-первых, это жизнь наших профессионалов, старожилов, ветеранов, на примере которых поколение учится. Здесь отражена текущая жизнь, потому что газета-то подписки, это Укрпошта доставляет ее сегодня в адрес тысячи наших подписчиков. Около тысячи человек. То есть на нее можно подписаться? Они получают информацию о жизни Академии. Прежде всего, это выпускники Академии. Знаете, как закончил, поехал, где-то живет, работает. А потом его все-таки тянет, интересуется, а как же там? Не только в юбилее встречаться. Он получает газету и понимает, что происходит в Академии. Здесь отражаются самые последние новости, которые не только из жизни Академии, но и из пищевого мира, из сопутствующих отраслей, из тенденций, которые сегодня складываются. То есть газета современная, она востребована, ее с удовольствием читают. И студенты, и сотрудники. Я считаю самые первые, наверное, после тех, кто ее составил, потому что я главный редактор, я должен редактировать, поэтому с удовольствием знакомиться с детством. А о том, кто составляет, можете рассказать подробнее, что это за люди? Да, это наш творческий коллектив, состав когда-то редколлегии, но прежде всего это технические наши редакторы, корреспонденты, это Ира Мунтьян, это Нателла Корзая, ну и целый ряд сотрудников, включая студентов. У нас каждый факультет имеет свой собственный корреспондент. А как часто выходит эта газета? Один раз в две недели она выходит. Но мы ее сейчас не рекламируем, а то так получится, что вроде бы как газету рекламируем. Это очень интересно. Мне бы хотелось, чтобы мы, знаете, подчеркнуть такую интересную деталь. Дело в том, что в 2007 году в Болонье я подписал хартию, великую хартию европейских университетов от имени нашей Академии, Одесской национальной Академии пищевой технологии. Уго Калцарани, ректор Болонского университета, в тот момент, вручая мне устав этой организации, поздравляя с таким весомым событием, сказал Ирид Богдан, самое главное, ты потом почитаешь все, но самое главное, Ирид, запомни, университет, Академия, ВУЗ должен в доступной форме рассказывать населению, жителям, молодежи, жителям любого возраста о том, чем в этой профессиональной сфере занимается этот ВУЗ. Чтобы было понятно, на что идут деньги налогоплательщикам, чтобы было понятны новости, новости науки, новости образования. То есть университет это не просто закрытое учреждение, которое чем-то там занимается, никто не знает чем, говорят, нас хорошо, у нас дипломы, никто понятия не имеет, мы должны быть открытыми. Вот этот принцип открытости, я услышал об этом в 2007 году, и с тех пор я стараюсь выполнять то, что я подписал. Основные принципы этой декларации, и вот то, что вы видите, наша информационная деятельность, наличие у нас первым в Одессе появился Центр громадских звездки в нашей Академии, своя пресс-служба, вот и телегруппа появилась. То есть это те атрибуты, которые в общем-то сегодня без них уже просто никуда. Я так понимаю, в Европе эта практика не новая? Абсолютно все университеты, ведущие, подчеркиваю, университеты, имеют такие подходы, и причем студенческие, радиоканалы, телеканалы, то есть еще дальше, ну я думаю, мы на пути к этому. Но еще мы конкурентами не будем, мы будем только сотрудничать, если вы будете о нас рассказывать, о нашей жизни, то мы будем только рады. Спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, у нас в гостях был Богдан Егоров, ректор Одесской национальной академии пищевых технологий, и Юрий Работин, председатель Союза журналистов Украины в Одесской области. Говорили мы об образовании. Счастливо! Счастливо!